В детской библиотеке нынче не только читают, но и беседуют, причем на очень серьезные темы. В читальном зале собрались подростки из социально-реабилитационного центра «Солнышко», чтобы узнать о вреде наркотиков. Зависимый человек от наркотиков, первое, когда он просыпается, вот он проснулся, проснулся, и у него первая мысль. Проснулся, у него первая мысль, которую он потребит наркотики. Эти дети знают о наркотиках и алкоголе не понаслышке, ведь многие из них из социально неблагополучных семей. Некоторым уже исполнилось 14 лет, а это самый опасный возраст, когда ребенок может свернуть с правильного пути. Поэтому им каждый день нужно говорить о вреде алкоголя и наркотиков. Но простые беседы не всегда помогают. Если говорить о упражнении, то они, конечно, намного эффективнее любых речевых выступлений. И в упражнении человек запоминает все, на всю остальную жизнь. Это игровая форма, это занятие на проживание, на чувство, на эмоциональность, сопричастие в виртуальном варианте жизни. В такой игре можно проследить, что наркотики делают с мечтой. Когда человек попадает в наркотическую зависимость, радужные желания и грезы в прямом смысле оказываются в мусорке. И подчас это навсегда уходит из жизни человека. Вот на таких простых примерах ребятишки учатся избегать сложных ситуаций, выбирают правильный путь и здоровый образ жизни. Это обязательно поможет, потому что настолько тренинг был тонкий и четкий, именно для детей вот такого возраста, завышенных требований никаких не предъявлялось, как бы ничего не спрашивали детей сверхъестественного. Все очень корректно, все очень понятно, очень важно. И видя ответы, слыша ответы детей, и видя глаза, видно, что эти тренинги очень помогают пробираться в жизни. И, конечно, в конце тренинга нужно обязательно снять с себя ненадолго примеренный негативный образ. Вы снимаете маску вот так вот, раз, и потом встряхиваете себя и говорите, я не наркоман, я не наркоманка, я не наркоманка, все, садимся обратно. На тренинге образ наркомана снимается очень просто, а в жизни все гораздо сложнее, поэтому лучше никогда не надевать на себя маску наркозависимого.